Тебе, как очень красивой, привлекательной женщине, актрисе... Мне так нравится, когда ты сегодня подчеркиваешь. Я люблю к тебе ходить безумно. Вдруг в этот момент камера мне на тебе и сам это не видит. Тебе делались предложения, которые, ну не секрет, вообще делаются актрисам привлекательным, что ты получаешь роль на определенных условиях, так что ты должна быть вежливо продюсером, режиссером, так сказать, откликнуться на самые разные пожелания. Я очень боялась этого, когда ехала сюда, потому что там я дочка Венеры. Не в этот раз, а когда ты вообще приехала в Россию. Вот я и говорю, я очень боялась, когда ехала сюда, в Москву, потому что там, в Казахстане, естественно, я с этим не сталкивалась. Я захожу, и мне говорят, ой, Линдочка, как ты подросла. Да, все меня знают вот с таких вот этих самых. Да, ты принцесса, да, Нигматуллина. Да, дочь полка, которая на всех съемках с мамой, там где-то тусит и мешает снимать. Да, выросла на съемочной площадке. Сюда я когда ехала, я наслышана, ты что думаешь? Мне девчонки сказали, тут это, того алло, бывает там все что угодно. Я столкнулась пару раз с этим. И в самом начале, когда я еще была... Всего только пару раз? Пару раз. Бог свидетель, пару раз. Прям вот так, чтобы вот так, да, пару раз. Я помню, я в таком ступоре была, что у меня, знаешь, хотелось... Я пойду, понимаешь? И все, и как-то вот опять же такого вау, кошмара не случилось в моей жизни. Но я поняла, бывает и такое. Но, опять же, можно я подчеркну, был уберег. То есть везде я приходила в наглую и говорила, да, у меня нет опыта в российском кинематографе, но я умею играть, давайте я вам что-нибудь покажу. Понимаешь? То есть я абсолютно и точно рассчитывала на свой какой-то там актерский... На мастерство, да, там, таланты, да, мастерство свое. Потому что я умею, я в профессии, я давно снимаюсь. Вот. Но то, о чем рассказывают девчонки... Угу. Это же кошмар. Нет. Такого, мне кажется, это в какой-то параллельной вселенной. И вообще, мне кажется, что сегодня в России, в Казахстане, вообще этого явления, такого, знаешь, 90-годашного вот такого какого-то подхода все меньше и меньше. Ну, это, может быть, опять же, в моей реальности. Ну, мне казалось, что это на самом деле вообще такая глобальная вещь, что это присуще не только там отечественному кинематографу, ну, российскому я имею в виду, но и там и Голливуду, что, в общем, это ведь нормальное желание, как бы, мужчины, если он имеет какой-то рычаг давления, обладать... Ну, да, я знаю, сколько-то нормальное, но я понимаю, о чем ты говоришь. То есть вот я даже не готов это осуждать, если это не сопровождается, каким-то там давлением, давлением, нет, ну, это объяснимо. То есть я могу понять, да, желание мужчины обладать еще одной красивой женщиной, то есть добавить... Для коллекции. Да, вот, а то есть тебе вообще не приходилось отказываться от ролей? Все, что тебе предлагалось, это... Я часто отказываюсь. Часто отказываешься, но не по этим причинам, потому что тебе... Не по этим. Не по этим. Приходилось хоть раз жалеть, что ты вот отказалась от роли, а потом вышел фильм там или там спектакль, и ты видишь, что ты там была бы на месте. Было такое. Когда? Ну, было несколько раз, я не буду озвучивать, девочка снялась достойная, она мне безумно нравится, что меня больше всего бесит, она мне внешне нереально нравится. Девочка, с которой мы как бы по типажу, наверное, подходим, вот, было, да. Когда я вышла, я думаю, блин, какая картина классная. Ну, в тот момент не совпало и по финансовой части, и не совпало по времени. То есть я могла бы там что-то двигать, кроить, но в тот момент мне предпочла отработать спокойно в другой стране. А ты вот... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24.